Друзья, всем привет! Давайте сегодня приготовим пирог с заварным кремом и ягодами. На нежном тающем песочном тесте пирог выглядит очень эффектно. Его можно подать на праздничный стол. А готовиться совсем не сложно, и я поделюсь с вами всеми тонкостями приготовления. Давайте начнем готовить. Для начала приготовим заварной крем. Ароматизируем молоко цедры лимона. Нагреваем молоко с цедрой до легкого кипения. Накрываем крышкой и даем постоять около 10-15 минут. Обязательно процеживаем молоко, чтобы в креме не было лишней горечи. Желтки комнатной температуры смешиваем с медом. Я использую липовый. Также по желанию можно взять сахар. Добавляем ванилин или ванильный экстракт. И перемешиваем массу до однородности. Добавляем кукурузный крахмал в два этапа, аккуратно мешая венчиком. Теперь тонкой струйкой вливаем теплое молоко, постоянно мешая венчиком, чтобы желтки не свернулись. После этого возвращаем нашу массу в сотейник, доводим до кипения и на среднем огне провариваем массу около 2-3 минут. Вот такой нежный блестящий крем у вас должен получиться. Переливаем крем в миску и добавляем сливочное масло из холодильника, нарезанное на маленькие кусочки. Перемешиваем венчиком до однородности. Таким образом наш заварной крем быстро остынет. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник. Крем может храниться в холодильнике до 4-5 дней. Начнем приготовление нашей песочной основы. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем до легкой пышности около 2-3 минут. Добавляем мед или сахар по вашему желанию. Также сметана комнатной температуры. У меня 20%. Вводим яйцо комнатной температуры, перемешивая до гладкости. Затем вводим миндальную муку. По желанию ее можно заменить на арахисовую. Арахисовая мука схожа по свойствам с миндальной, только в несколько раз дешевле. Вводим сухие ингредиенты в 2-3 этапа, перемешивая лопаткой. По желанию в рецепте вы можете заменить кукурузную муку и гречневую муку на обычную пшеничную. Под видео вы найдете подробное описание рецепта. Вот такое нежное тесто у вас должно получиться. Подготавливаем форму. У меня кольцо 20 см. Дно кольца я обтянула фольгой. Если фольга тонкая, возьмите два слоя. И в центре положите круг из пергамента. С тестом легко работать. Я распределяю его ложкой. Обязательно вот так пройдитесь по бортику. В конце все неровности можно поправить пальчиками. Тесто практически не липнет к рукам. Вот такая корзиночка из песочного теста у вас должна получиться. Для того, чтобы тесто не размокло во время приготовления и равномерно поднялось, его нужно убрать в холодильник на 2-3 часа или в морозильную камеру на 1 час. Подготовим ягоды. У меня замороженная малина. Смешиваем ее с крахмалом. Теперь приготовим крем для нашего пирога. Перемешиваем рикотту или мягкий творог до однородности и добавляем порциями заварной крем в 2-3 этапа, аккуратно перемешивая венчиком. Заварной крем вы можете приготовить накануне. Достать его из холодильника вместе с творогом буквально за час до приготовления. Я убирала тесто в морозильную камеру на 1 час. Выливаем часть крема на основу, распределяем лопаткой и сверху выкладываем замороженную малину с крахмалом, немножко вдавливая ее в начинку. Малину по желанию вы можете заменить на клубнику или черную смородину. Будет тоже очень вкусно. Сверху выкладываем оставшуюся часть крема и разравниваем аккуратно лопаточкой. Начинку выкладывайте практически до края теста, так как во время приготовления начинка и тесто поднимутся. И у вас получится идеально ровный верх пирога. Сверху выкладываем оставшиеся ягоды и посыпаем по желанию орешками или миндальными лепестками. Готовый пирог остужаем на решетке и на ночь для стабилизации убираем в холодильник. Таким образом его будет проще достать из кольца. Проходимся ножом вдоль бортиков формы и аккуратно поднимаем кольцо наверх. По желанию пирог можно украсить сахарной пудрой. Для этого сверху ставим тарелку меньшего диаметра, чем наш пирог. У меня 18 сантиметров. И по кругу посыпаем сахарной пудрой. Таким образом мы получаем красивый ровный ободок из сахарной пудры, который контрастирует с яркой ягодой. Это выглядит очень аппетитно и эстетично. Готовый пирог храним в холодильнике до 3-4 дней. Пирог получается очень нежным стающим кремом, сочной ягодой и нежным рассыпчатым тестом благодаря кукурузной муке. Обязательно попробуйте приготовить!